Глубоко уважаемые коллеги, спасибо за приглашение к участию в этой конференции. И позвольте каким-то образом попытаться охватить основные моменты инновации в лекарственном лечении гинекологического рака по итогам 2019 года. Здесь мое раскрытие информации и отсутствие финансовой поддержки. Надо сказать, что анализируя инновации 2019 года, как я, так и вы, наверное, опираетесь на экспертное мнение и авторитетное мнение международных сообществ, которые включают в себя и Европейское общество онкогинекологов, и АСКО, и ЭСМО, которые базируются также на рекомендациях FDA. То есть на максимально авторитетные мнения вот этих вот организаций, которые отражаются практически ежегодно на своих так называемых международных консолидирующих конференциях, которые состоялись в этом году, и которые эхом также отражаются в наших российских мероприятиях, тоже проходящих с международных участием, в том числе и наши «Белые ночи» онкогинекологические, которые традиционно проходят в Санкт-Петербурге. И что важно, резюме вот этих вот мнений и результатов исследований в области лекарственного лечения в онкогинекологии должны быть отражены в итоге в клинических рекомендациях, которые издаются вот в этом году, должны были быть опубликованы и должны быть одобрены Министерством здравоохранения Российской Федерации. В отношении основных победоносных результатов 2019 года, в первую очередь, это результаты возможности использования ПАРП в первой линии рака яичников, high-grade, вне зависимости от БРК статуса, и также иммунотерапии, антиангиогенная терапия, в лечении распространенного и рецидивного рака шейки и тела матки. В первую очередь, позвольте коснуться опухоли яичника, наиболее широкой ниши для лекарственного лечения в этой области. И здесь основные моменты – это хирургическое и лекарственное лечение, но чаще всего их комбинация. И начнем с начала года, когда в апреле 2019 года состоялась консенсусная конференция, совместно ЭСМА и ЭСГО принимали участие 40 лидеров в области онкогинекологии, как лекарственного, так и хирургического лечения в этой области. И какие рекомендации, гайдлайнсы были даны в итоге, которые нашли свое отражение публикации от мая 2019 года. Что касаемо хирургического аспекта, я не буду детально касаться его в своем докладе, поскольку это не входит в задачи поставленного в выступление. Но здесь в отношении хирургии остаются те же позиции. Первичная оптимальная циторедукция, как максимально возможное результативное лечение распространенного рака и яичника. Остается вопрос отбора вот этих пациентов для первичной циторедукции. Если нет возможности первичной циторедукции, никто не отменяет неодевантной химиотерапии и интервальную операцию с последующей химиотерапией. Стандартом лекарственной терапии также и остается двухкомпонентная схема поклитоксил карбоплотин с интервалом 21 день. Не нашло подтверждения эффективности еженедельное введение, поэтому все остается по-прежнему. И возможности таргетной терапии в первой линии рака и яичника. Остается также антиангиогенная терапия, бевоцезумаб, остается в рекомендациях, поскольку увеличивает результаты беспрогрессивной выживаемости у больных 3-4 стадии. Здесь мы основываемся на двух исследованиях, Гоговском 218 или ICON 7, которые демонстрируют выигрыш безрецидивной выживаемости при использовании бевоцезумаба при 3-4 стадии. А по ICON 7 дают выигрыш от использования бевоцезумаба в группах высокого риска рецидива. Это пациентки 3-4 стадии после неоптимальных циторедукций с остаточной резидуальной опухоли и все пациентки с 4 стадии. В качестве неодюванта также остается возможность ниши использования бевоцезумаба, хотя в настоящее время нет преимуществ первого уровня доказательств, хотя в целом на круг без прогрессивной выживаемости тенденция увеличения есть. И уровень оптимальных циторедукций интервальных увеличивается в группе, где используется неодювант плюс бевоцезумаб. Однозначно его можно безопасно назначать, но в интервальном периоде от операции разброс 4-6 недель, если это до идет операции или после операции. Поэтому в отношении таргетной антиангиогенной терапии все остается так же. А вот очень большой интерес в отношении парпингибиторов в первой линии лекарственного лечения этих пациентов. Надо сказать, что инициатором и первым подвижником возможности использования парп первой линии было исследование СОЛА-1, которое было озвучено еще в 2018 году. Это было среди пациентов с БРК мутации среди больных раком яичника 3-4 стадии при использовании аллопариба в сравнении с плацебо. И было продемонстрировано действительно выигрыш у пациенток. По беспрогрессивной выживаемости в группе аллопариба, если в группе плацебо медиана беспрогрессивной выживаемости составила 13 месяцев, то в группе аллопариба в течение 41 месяца наблюдения даже не было достигнута медиана беспрогрессивной выживаемости. Настолько хорошо отреагировали пациентки на это лечение. И в итоге хочу вас поздравить, что сейчас в ноябре 2019 года внесены изменения в инструкции по линпарзе, где внесена возможность использования поддерживающей монотерапии линпарзе с впервые выявленным распространенным раком яичника с БРК мутацией, то есть в первой линии химиотерапии возможно. И вот это исследование послужило возможностью взгляда использования парпингибиторов уже вне зависимости от наличия БРК мутации. И в этом году в рамках президентской секции доклад был сделан, и он был посвящен в основном использовании парпингибиторов в лечении в первой линии рака яичника. Это три исследования третьей фазы, три разных парпингибитора, велипариб, ниропариб и олопариб, продемонстрировали свою эффективность в качестве первой линии лекарственного лечения распространенного рака яичника вне зависимости от БРК мутации. В отношении велипариба здесь сравнивались два рукава, соответственно, стандарт и стандарт плюс велипариб в качестве поддерживающей тракции. В итоге получили выигрыш в правом верхнем углу слайда по средней беспрогрессивной выживаемости выигрыш 23 против 17 месяцев в группе, где использовался парпфелепариб. Исследование прима, где использовался ниропариб. Здесь более продвинутые случаи рака яичника были взяты, так называемой группой риска по ICON-7 исследованию. Если мы возьмем аналогию, то есть остаточная опухоль и четвертые стадии заболевания, и тем, которым было противопоказано использование биовоцезума. В течение трех лет наблюдение проводилось, и тоже, вы видите, выигрыш оказался в группе ниропариба в отличие от плацебо. 13 месяцев против 8. И, наконец, третье исследование Паола, не последнее, Паола-1, который, наконец, ответил на вопрос о возможности сочетания алопариба с биовоцезумабом, где сравнивались два рукава после первой линии химиотерапии, возможности использования поддерживающей терапии, либо только биовоцезумаб, либо алопариб, и вы видите, в правом верхнем углу средняя беспрогрессивная выживаемость составила 22 против 16 в пользу использования комбинации алопариба плюс биовоцезумаб. При этом по побочным эффектам, казалось бы, здесь комбинация двух препаратов идет, в общем-то, сравнивая эти все исследования, вы видите, общая токсичность, общие побочные эффекты даже были выражены ниже в исследовании Паола-1, где было сочетание алопариба с биовоцезумабом. В целом, на круг, суммарно по этим всем исследованиям, видите, сведены они у меня в эту таблицу, что, соответственно, по веле исследования выигрыш беспрогрессивной выживаемости 17 против 23, прима-ниропариб 8 против 13, и Паола-1, алопариб, биовоцезумабов 16 против 22. Насколько корректно сопоставлять в одной таблице, достаточно сложно сказать, но в итоге, вы видите, наиболее в поданализе этих исследований, здесь вне зависимости от БРК-статуса проводилось исследование, но в поданализе, вы видите, наибольше ниже в этой таблице лучший эффект был среди пациентов с БРК-мутацией и с HRD-дефицитом, с дефицитом гомологичной рекомбинации. Худшие результаты были только у пациенток от небольшой группы, где не было дефицита гомологичной рекомбинации. Поэтому резюме по этим трем исследованиям, да, большие надежды в отношении ПАРК-ов, поддерживающие терапии, в первой линии по беспрогрессивной выживаемости достоверный выигрыш есть. Остается поданализ, что наилучший эффект у пациентов с БРК мутации HRD-позитивных. И моменты, конечно, что анализ резюме было дано только по результатам беспрогрессивной выживаемости среди этих пациенток. В отношении рака шейки матки, к сожалению, опухоль находится на втором месте в структуре онкогинекологической заболеваемости по Российской Федерации. Ежегодно более 17 тысяч случаев регистрируется и большая доля, к сожалению, 3-4 стадии. По Российской Федерации это 40%. В Санкт-Петербурге ежегодно 222 пациентки заболевают 3-4 стадии заболеваний, что чревато, конечно, такими негативными последствиями. 30-40% пациентов погибают в течение первых 5 лет. И здесь вот надежда лекарственной и таргетной иммунной терапии. Считается, что рак шейки матки, как и рак эндометрия, является малочувствительным к химиотерапевтическому лечению. Но, тем не менее, при использовании этого лекарственного лечения, средняя продолжительность жизни больных распространенным раком шейки матки составляет около года. Некоторый выигрыш был достигнут по результатам ГОК-240-го исследования, когда к стандартной схеме цисплатинопоклитоксил был добавлен биовоцезумаб. Здесь выигрыш добавился примерно 3,5 месяца по общей выживаемости, что и позволило включить в рекомендации всех уважаемых сообществ и также нашего рекомендации российского использование биовоцезумаб в лечении метастатического и распространенного рака шейки матки. Как еще улучшить результаты лечения распространенного рецидивного рака шейки матки? Здесь большие надежды на иммунотерапию плюс-минус сочетание антиангиогенной терапии. Здесь представлены последние исследования, на которые опираются вот эти вот все надежды, где рассматривается использование эпилимумаба с общим объективным ответом, достигающим 8%. Это использование пембролизумаба, который выражается в объективном ответе в 14%. И также неволюмаб, который демонстрирует уровень объективного ответа 26%. Ну вот это яркое исследование кино 158, которое было озвучено в 2019 году. Почти 100 женщин больных раком шейки матки принимали участие в этом исследовании, 42 центра. И в большинстве случаев 83% это были ПДЛ-позитивные пациентки. Из них большинство получали ранее более одной линии химиотерапии. Использовался пембролизумаб 200 мг каждые 3 недели в течение 2 лет до прогрессирования, либо токсичности. Что в результате получили? В целом для всей группы общая выживаемость составила 9 месяцев. 6-месячная и 12-месячная общая выживаемость для всей когорты составила, всей рассматриваемой группы, 41-47%. Наибольший выигрыш оказался среди пациенток с ПДЛ-позитивным статусом. Видите, 6-месячная общая выживаемость 75%, 12-месячная общая выживаемость 80% и частота ответа, как я уже сказала, приближающаяся к 14%, что и позволило включить этот препарат, одобрить. 12 июня это было одобрено и в ДИИ КИТРУ, в лечении больных раком шейки матки с ПДЛ-экспрессией, MSI нестабильностью. И мы успели включить пембролизумаб в наши российские клинические рекомендации, заседая в начале сентября. Успели включить пембролизумаб в клинические рекомендации, которые должны быть опубликованы на сайте Минздрава. То есть при прогрессировании рекомендовано выполнение ИГХ с целью определения экспрессии ПДЛ и при позитивной экспрессии рекомендовано назначение пембролизумаба 200 мг внутривенно 30 минут первый день каждые 3 недели. Еще один момент в отношении перспектив иммуно- и антиангиогенной терапии в лечении рака шейки матки является вот это исследование ЧЕКМЕЙТ-358, где испытывается комбинация неволюмаба и эпилемумаба в лечении распространенного рецидивного рака шейки матки как ранее предлеченного системно, так и непредлеченного. И здесь в этом исследовании разбираются два пути, два рукава. Неволюмаб-3 и эпилемумаб-1 дозировка, либо, соответственно, 1 и 3 дозировки. То есть различные дозировки неволюмаба и эпилемумаба. И было продемонстрировано хороший эффект от использования комбинации неволюмаба и эпилемумаба, особенно в дозировке 1-3. Здесь в правом слайде продемонстрированы две когорты с хорошим ответом, как предлеченные системно до этого, так и неполучавшие химиотерапии. Единственный момент, вот здесь выигрыш хорошие 83% по вероятной общей выживаемости среди пациенток, которые не предлеченные ранее, которые не получали предшествующую системную лекарственную терапию. Поэтому, возможно, дозировка среди этих пациенток неволюмаб-3 и эпилемумаб-1, а, соответственно, предлеченных пациентках, соответственно, режим скорее будет этого. И в заключении своего выступления позвольте коснуться последнего прорыва в лечении онкогинекологических опухолей. Это в лечении рака эндометрии, который тоже считается достаточно резистентным к химиотерапевтическому лечению. 17 сентября 2019 года ФДИА одобряет комбинацию кейтруду с линвотенибом для лечения определенных типов рака эндометрия. То есть это прогрессирование заболевания после предшествующей системной терапии, отсутствие возможности проведения хирургического или лучевого лечения и нет MSIH или ММРА нестабильности. Потому что если есть наличие MSH инстабильности, то кейтруда и в монорежиме сработает адекватно. А что делать среди 60-70% пациенток, у которых нет вот этой высокой микросателитной нестабильности? Как поступить и как помочь этим пациенткам? И это легло в основу гипотезы комбинации вот этих вот двух препаратов, которые дизайн этого исследования представил мне на слайде. Линвотениб 20 мг, День Пембролизумаб 200 мг. И действительно была продемонстрирована частота объективного ответа. Вы видите, колоссальная 38%. Если я там показывала 12-14, то здесь 38%. Сразу же легло в основу одобрения использования этой комбинации для лечения вот этих определенных типов рака эндометрия у пациенток с распространенными опухолями. Таким образом, на мой взгляд, основные инновации и акценты в лечении онкогинекологических опухолей по итогам 2019 года это большой интерес в использовании парпингибиторов в первой линии терапии рака яичника, а также иммунотерапии и антиангиогенная терапия при распространенном раке шейки матки и раке тела матки. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова